Добрый день компания Кахеса канал Кахеса iCAN и сегодня у нас третья или четвертая 2009 2021 года и сегодня у нас обзор замены шестеренок на мясорубке немецкая мясорубка видно завезенная когда-то была когда-то было или сейчас не знаю то есть там клиент обратился это вот мюллер мюллер коч мк 16 или 60 19 60 19 вот выглядит она вот так вот если может кто свою узнает или похожее что-то у вас есть но процесс разборки плюс-минус у всех одинаковый и в данной ситуации тут получается вот снизу мы уже открутили открутили саморезы которые вот так вот крепились и уже мы ее можно так сказать ну разобрали безусловно но это сложности не предоставит особых сейчас главное внутри увидеть как выглядит редуктор и что там надо сделать для того чтобы самостоятельно заменить шестерни которые пришли в негодность сейчас я попытаюсь эту мясорубочку так вот вам снять верхнюю крышку верхнюю крышку надо снимать аккуратно потому что видите тут есть провода которые имеют потом блок управления имеет отношение к электродвигателю вот и дальше у нас находится вот такой вот редуктор есть вот крепление фиксация такая редуктора покажу что мы принципе в основном уже все раскрутили но надо будет сейчас для того чтобы добраться до до самого редуктора до шестеренок показать вот это вот элементы которые надо будет снимать так же само по редуктору по периметру тут есть саморезики мы все тоже подкручивали уже и сейчас вот я просто попытаюсь снять верхнюю крышку верхнюю крышку вот и и показать вам что у нас есть внутри вот верхнюю крышку снял у нас вот есть три шестеренки видите огромная поменьше ну и средняя такая между ними которая передает движение такой вот редуктор ну скажем так состояние мясорубки было очень печальная по какой-то причине она была залита прилично водой все вот эти вот валы все эти валы на которых сейчас вот есть шестеренки они были ну просто таком ужасном ужасном ржавом состоянии вытащить их практически из редуктора было невозможно баллы закисли до такого такой степени что вот просто с посадочных мест их нельзя было достать они были ржавые фотографии мы покажем ну это не столько наверно принципиальный момент для вас возможно у вас это все повеселее поинтереснее но тем не менее хочу сказать что вот вы видите что как выглядит редуктор внутри вот вот эти вот шестеренки которые были здесь вы видите там внутри что там делается они все ржавые все печальные вот и вот одна вообще пришла в негодность то есть она разлетелась мы и потом уже там добивали вот внутри также сам это вы видите что там происходит это вот очень очень страшно все это все закисло они вне были вращаемые то есть хотя все практически без практически вот одна шестерня сидит на валу а все остальные шестерни паразиты но тем не менее они не вращались они были закисшие таким плотным слоем коррозии вот ну это такое дилеммы сейчас нам надо просто-набросто уже или вам надо будет возможно обратиться в компанию кохеса то есть к нам и заказать себе все вот эти вот шестеренки то есть если надо будет заменить вот эту шестерню вам естественно надо будет высылать вот этот вал который есть металлический высылать к нам для того чтобы мы его самостоятельно посадили ну в принципе может быть вам это тоже удастся сделать но все-таки лучше сделать это когда высылать к нам теперь когда мы будем собирать все на место у нас вот вы видите червячная передача идет вот на на эту малую шестерню от двигателя и естественно когда мы будем начинать собирать в нам прежде всего надо идеально вычистить редуктор потому что как правило когда рассыпается шестеренки вот как вот эта большая к примеру осколки намного подоставали отсюда мелких фракций которые остались потом в редукторе возможно осталась частично смазка эти осколки остаются в смазке вы начинаете все собирает набиваете новой чистой смазки хорошие а в результате у вас получается то что тот кусочек какой-то остаток пищи кусочек пластика попадает между ваших зубов между ваших новых шестеренок и все у вас все получается летит там трантор и все опять по какой-то причине сломалась и не знаем почему и что случилось и только новые шестеренки поставил вот для того чтобы этого не было редуктор должен быть идеально вычищен внутри все все шестерен должны быть синяты все волы должны быть почищены все там должно быть просто как вот как стерильно как в аптеке или в какой-нибудь клинике и когда вы все это сделали правильно естественно тогда вы можете собирать и ставить все шестеренки на место вот мы используем литол для таких вещей кто-то может использовать какую-то другую смазку рекомендации будем давать только такие которые мы пользуемся вот если у вас есть какая там специальная танцы этим смазка там для пластика кто-то скажет кто-то там еще скажет кто-то тут нам говорит что надо использовать графитовую смазку которую нельзя использовать с пластиком или солидол ни в коем случае нельзя использовать с пластиком литол да циатин данут литол то есть составляющие пациент ему то есть вы сами принимаете решение мы же рекомендуем делать это вот на вал шестерня паразит садится для того чтобы она села у вас мягенько и работала хорошо немножечко мы забросили смазки туда вот есть вот у вас есть основной основной привод это червячок такой его червячный механизм естественно его тоже надо очень хорошо вычистить и после этого обильно не жалея смазки смазать следующую шестерню мы сажаем вот эту шестерню тоже у нее есть посадочное место которая должна сесть мягенько и мягенько вращаться она должна на шестерню мы тоже не жалеем смазки потому что эта смазка нам пригодится в работе из того чтобы пластиковые шестерни которые будут работать между собой не нагревали чтобы смазка делала им хорошее скольжение и есть неправильное мнение у некоторых людей что если же у нас пластиковая шестерня то ее смазывать не обязательно абсолютно неправильное решение и эта проблема для вас выйдет боком если вы этого не сделаете вот я и смазал внутри я ее не пожалею смажу здесь вот в этом случае вы знаете как говорится в каше масло не помеха и в этом случае точно также сама все работает мы смазываем как положено все шестерен очки у нас будут смазаны вот 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 ссоре сейчас я немножечко подправлю вот опа вот она пошла в зацеп опа шестеренка вот все они у нас стали на место на всех трех шестернях у нас маски есть я даже еще возьму немножечко под брошу если вы еще немножечко добавите смазки вот там вот там вот там то есть везде где будет у нас касание шестерни шестерни словами мы уже разобрались нам останется только одеть крышечку на место верхнюю и тут вот хочу обратить внимание есть вот такая вот скажем так она и направляющей и она как скажем своего рода как втулка такая для центрование основного вала вот этого вот то одеть ее можно и вот так вот и вот так вот правильная посадка будет именно вот так вот когда вы видите да у нее есть ободочек и ободочек должен зайти внутрь все мы вот так вот одели собрали и теперь нам осталось только одеть эту крышку крышечка у нас одевается четенько становится на свои места сейчас нам надо будет взять саморезы все саморезы которые у нас тут значит были есть обязательно поставить вот эту вот скажем так пластинка для того чтобы вибрационные моменты где-то не передавались чтобы не было лишних вращений лишних вибраций вот фиксация должна быть тоже с помощью саморезов получается два самореза у нас или здесь едва идет снизу ну и все потом назад мы когда мы взяв полностью по периметру прикрутили крышку одели саморезы все поставлю это вот пластиночку тут вот поставили дальше мы собираем одеваем все на место и закручиваем уже саморезы которые идут снизу к самой станине с ножками там уже заглушками все остальное вот тут она мне все в наборе есть вот таким вот образом я думаю что это видео тоже будет вам полезно если вдруг возникнет необходимость самостоятельно делать замену шестеренок если у вас руки растут с того места откуда им надо и если у вас есть желание вот этим ремонтом заниматься самостоятельно и не переплачивать сервисным центром мастерам и тому подобным как всегда в конце будьте здоровы до новых встреч при необходимости звоните пишите к нам наша компания называется к хеса 3w к хеса и а находимся в украине на нашем сайте вы найдете огромное количество запчастей которые могут быть использованы в бытовой технике к автомобилям вот бывают такие вещи которых вот как в данном случае что у нас еще нету люди высылают нам полностью целиком механизмы в сборе устройство в сборе и мы создаем абсолютно новые детали которые дают новую жизнь вашим прибором вашим устройством и вот все что связано с бытовой техником автомобилями или может быть чем-то таким другим но это из пластика вы можете обращаться к нам и мы естественно вам поможем начале видео все телефончики зависимо от того региона где вы находитесь украина ближнее зарубежье средняя азия есть наши представители которые расскажут подскажут грамотно проконсультирует вас и таким образом вы сможете приобрести необходимую вам запчасть всего доброго до новых встреч звоните в колокольчик подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам было видно видео полезным и ищите нас на просторах интернет на ютюбе в данном случае всего доброго будьте здоровы